Я уверен, что когда многие слышат про рост цен в Объединенных Арабских Эмиратах, про рост цен на недвижимость, думают, надо было покупать раньше. Но я более чем уверен, что если бы вы приехали, например, лет 5 назад, или 10, или, может быть, 20 лет назад в ОАЭ, то, скорее всего, вы бы отказались от инвестиций, потому что страшно, непонятно, другая страна, нет развитой инфраструктуры. И зачастую, когда мы хотим выбрать хороший качественный объект с целью инвестиций, нужно как раз-таки искать новые точки развития, там, где государство вкладывает огромное количество денег, где вкладывает конкретно Эмират, город, и там, где появляются новые застройщики, которые могут делать хорошую качественную инфраструктуру, и, следовательно, куда уже приезжают туристы, и уже потом приезжают те самые инвесторы, которые любят покупать на хаях. Я решил поизучать для вас не только Дубай или какие-то соседние Эмираты, а мы решили отправиться в соседний город Оман, в котором сейчас активно идет строительство, этот город как раз-таки имеет доступ к Персидскому заливу, к Арабскому морю, граничит как раз Саудовской Аравией, и мне кажется, что, возможно, там будет определенная новая точка роста в рамках инвестиций на рынки недвижимости, потому что место непопулярное, а данный султанат, а здесь, по факту, как я понимаю, там султанат, хочет конкурировать также с соседними государствами. Именно поэтому мы решили приехать в город Маскат и поизучать текущий рынок недвижимости. Ну а с вами Зубик Виктор, канал Смарт-Передвижимость, и этот раз мы в Омане. Денис, можешь объяснить, почему мы все-таки решили поехать в Оман, да? Они этот раз решили не сделать, не знаю, подборку очередных дубайских новостроек. Слушай, ну, сейчас Оман становится более и более популярным вообще местом для инвестиций, да? Ну, за счет того, что, во-первых, сейчас в Дубае накалены цены, да? Есть хорошие проекты на продажу, мы с тобой их обсуждали, вот. Но, тем не менее, то, что сейчас, допустим, студии продают, не знаю, там, за полтора миллиона дирхам, которые раньше продавали за 750 тысяч, ну, в Дубае надо быть все более и более выборочным, ну, в плане инвестиций. А соседние регионы, они как бы привлекательны. Но, на самом деле, в Омане вот этот проект, который мы сегодня поедем смотреть, он запустился еще до вот этого роста цен. Вот. И почему вот этот вот саульский застройщик поехал туда строить? Потому что Оман, ну, одна из самых таких развивающихся точек общества в регионе за счет того, что они очень сильно работают над своей инфраструктурой. Они обновили один из своих самых больших портов недавно. Мы вот от Эмиратов едем по вот этому шоссе прекрасному, да, четырехполосное шоссе. И мы прям удивились, что, когда мы пересекли границу, что просто навигатор показывал 260 километров по прямой без поворотов до самого Маската. И вот мы сейчас, вот нам осталось 17 километров до съезда, 16 минут езды. И поездка мне казалось, что будет намного сложнее, как бы, ну, что надо будет отдыхать почаще. Но, на самом деле, все очень, как бы, настолько легко получилось. Это очень близко. Но я не хочу, не говорю это к тому, что Аман близко к Дубаю. Из-за этого это хорошо. Нет, Аман – это абсолютно другой рынок. И какие здесь плюсы сейчас для инвесторов, да? Во-первых, опять же, то, что экономика развивается. Здесь всего 5,5 миллионов человек сейчас населения. При этом экономика страны развивается. Плюс они сейчас работают очень сильно над развитием туризма тоже. Очень интересно, у них есть условия для получения ВНЖ, например. Здесь надо инвестировать там, ну, в общем, а, нет, минимального порога у них для получения ВНЖ вообще нет. Ты любую сумму инвестировал в надежность, получаешь в ВНЖ. Если ты инвестируешь в стройку, ты можешь заплатить 20% от стоимости надежности застройщика, все, и получаешь ВНЖ. Возникнет у вас 100% вопрос, почему мы решили не лететь на самолете, а просто решили взять автомобиль и доехать из Дубая в город Маскат. На самом деле, потому что, а, безумно интересно, а, б, очень близко. Потому что в любом случае нужно добраться до аэропорта, и лучше лететь из Абудаби, из Абудаби, соответственно, лететь потом в город Маскат. То есть мы потратим огромное количество времени. По факту, если мы хотим с вами изучать рынок, изучать страну, проще добраться на автомобиле. То есть, я думаю, итоговый наш путь где-то получится в районе, там, часов пяти, что достаточно близко. Ну и в целом, я часто говорю, что я целиком рассматриваю район Мина, а не то, что рассматриваю Объединенно-Арабские Эмираты, или Саудовскую Аравию, или какие-то еще другие отдельные страны. То есть глобально, если мы смотрим в рамках развития рынка недвижимости, и туда, куда заходят крупные девелоперы, венчурные фонды, которые инвестируют как раз в PropTech технологии, то именно район Мина является одним из самых таких важных, на мой взгляд. И я считаю, что для общей насмотренности важно сравнивать, смотреть на разные рынки. Например, вот я съездил в Турцию, мне Турция вообще с точки инвестиций не нравится, потому что мне не нравится там качество строительства, юридические составляющие там, и занижение по договорам, прочие-прочие моменты. То есть для меня все-таки недвижимость такой, наверное, более стабильный и основательный инструмент. Если мы смотрим на недвижимость Таиланда, ничего не могу сказать плохого, но скорее это больше для тех, кто любит этот регион, и кто планирует, скорее всего, жить, либо какой-то период, условно, там, жить, уезжать на зимовку, а другая часть, условно, этого помещения, этой квартиры, она будет сдаваться. Тогда это тоже хорошая инвестиция. Но если мы рассматриваем про диверсификацию, в большинстве случаев зарубежная недвижимость, на мой взгляд, нужна только для диверсификации портфеля, потому что угадать, о, вырастет она в Дубае, там, условно, в Омане, там, не знаю, в Шанжи или в каких других моментах, на мой взгляд, ну, это просто-напросто глупо, потому что и рынок Москвы, на мой взгляд, тоже, как бы, недооценен, как и текущий рынок. Именно поэтому мы направляемся в Оман, уже едем по территории Омана в замечательный город Москат, и посмотрим там, как строят девелоперы, потому что мы как раз посмотрим на арабского девелопера, Саудовской Аравии, которые строят разные проекты глобально по разным странам, и один из них как раз в Омане. Какой сегодня проект будем смотреть? Проект называется «Аида», и его разрабатывает, в общем, давай я, наверное, немножко отойду, все знают «Имар», да, «Имар» — это крупнейший застройщик в Эмиратах, «Алтар» — это крупнейший застройщик в Абудабе. У Саудовской Аравии есть свой такой застройщик, называется «Дарал Аркан». Они, в общем, строили-строили-строили в Саудовской Аравии, очень много, у них очень много денег, как и у самой страны Саудовской Аравии, и они решили выйти на зарубежный рынок, создали свою дочернюю компанию, называется «Дарк Глобал». Вот эти ребята, они сейчас чем занимаются? Они едут в самые потенциальные рынки, где произойти может рост, покупают там землю и начинают строить. Здесь они выкупили очень, как сказать, лакомый кусочек земли, сейчас это пока окраина Маската, но на этой окраине, на минуточку, да, располагаются, например, самые классные отели в Маскате. Если посмотрите на карту Маската, допустим, да, там, поищите отели какие-то, пятизвездочные роскошные отели, там, как Шангрилла, например, или там Анантара, они находятся в восточной части города, и вот как раз проект Аиды находится тоже в восточной части. И они преподносят в таком ключе, что это самый такой разнообразный кусок маскатов, в том плане, что как бы там есть и горы, и каньоны есть, и еще и море есть прям. То есть проект там находится в 130 метрах над уровнем моря. При этом, если ты хочешь, допустим, там, нельзя сходить на пляж, ты вот из своего таунхауса или там своей виллы вот вышел, прогулялся буквально 5 минут вниз, вот эти вот 130 метров, или там проехался на машине вообще минуту, и все, ты на пляже. Денис, куда ты нас привез? Потому что по факту здесь такая пустыня, да, только она такая холмистая с точки зрения того, что здесь у нас скалы, пляж, и я увидел пару кранов, экскаваторов, и все. Ну, казалось бы, что здесь пока ничего не планируют, да, строить? Да, да. Для 30. Ну, смотри, мы приехали с... Сколько нас заняло времени от центра? Ну, около полчаса, да. Центр Муската, это Royal Opera. Мы с тобой ехали со стороны аэропорта. У нас там полчаса. Со центра города минут 20 у нас заняло. Доехать в эту часть, в себя, комьюнити. Комьюнити как бы располагается таким образом, что здесь у меня начало, вот, и он будет просираться, в общем... На горе. То есть по факту здесь у нас будет часть, то есть внизу ничего не строят, то есть все дома, они будут находиться на горе. Мы сейчас на 30 метрах над уровнем моря, и здесь в чем прелесть? Для того, что, во-первых, у нас есть и вот эта вот прекрасная камнистая местность, но это горы. По мне, мне очень нравится такой вот вид. Плюс еще у нас вот вид на Аманский залив. Вот, поэтому у всего комьюнити будет много чего интересного вот как бы от этого конца до того конца. Начиная, например, с того, что вот с этой стороны, вот примерно вот здесь, будет располагаться очень известный отель, пока непонятно по чьим брендам. Нам уже по секрету сказали, какие это могут быть бренды. Большие, как ты уже знаешь. Вот, но их помянуть пока нельзя. Это неофициальная информация. То есть этот отель будет таким... Больше, наверное, завлекающим внимания со всего мира. Там будет всего четыре номера, но эти четыре номера будут встроены в скалу. Вот, и как бы это не на поток, а именно на то, чтобы сделать имя для вот этого проекта Аида. Вот, плюс, конечно же, очень большой момент, который, о котором все знают, то, что здесь будет располагаться гольф-клуб Трамп. Вот, и я, кстати... Это очень удивительно. Вот тут гольф-клуб, да? То есть здесь не пройти, как бы, камень любой, да? То есть, ну, по итогу они, соответственно, здесь хотят сделать гольф-клуб, отели и, соответственно, какой-то комьюнити с частными домами. Будут ли здесь жилые какие-то дома многоквартирные? Здесь будут жилые многоквартирные дома. Знаешь, аналогией будет комьюнити Дома Хиллс в Дубае. Проект очень по-другому воспринимается, когда стоишь возле макета, а не когда ходишь по холмам и пытаешься представить. На самом деле, действительно, проект очень большой. Я реально сначала подумал, что здесь будут только тауны, виллы, но на самом деле здесь мы видим, что есть уже первая очередь. Это как раз-таки тоже будут квартиры, мы про них сказали. Если мы как раз-таки посмотрим детальный проект, то первая очередь, которую сейчас продают, она на самом деле небольшая. И в первую очередь она видовая. Ну и, конечно, застройщик уже поднимает потихоньку цены. Хотелось бы давать как раз про цены, потому что если мы возьмем тауны, которые продавались где-то в мае, в июне этого года. Кстати, наш клиент, подписчик Смарн, покупал там, он брал таун в районе миллион триста, где-то так, Дирхам, примерно в эту сумму. Сейчас ценник миллион шестьсот. Но даже миллион шестьсот, это, чтобы вы понимали, примерно стоимость однокомнатной квартиры в GVC на старте продаж с классной рассрочкой. Потому что здесь тоже очень хорошая рассрочка. То есть в некоторых случаях готовы согласовывать рассрочку примерно один процент в месяц. Мне, конечно, с точки зрения инвеста, как сказать, нашим скромным инвесторам, там, больше нравится, наверное, там, one-bedroom, two-bedroom квартиры. И здорово, что здесь нету студий. Но здесь точно очень понятная история для спекуляции. Я редко про это говорю, потому что застройщик будет вводить новую-новую очередь. Каждый раз чуть дороже, чуть дороже они будут поднимать на 5, на 10 процентов. Медленно и постепенно. И сейчас продажа совсем небольшая часть квартир. И я думаю, это логично. Застройщику в целом нет смысла сейчас выставлять все в продажу и распродавать. Лучше поднимать ценник и, так сказать, раскачивать ажиотаж. Очень интересно наблюдать за строительством проектов с нуля. Потому что по факту мы с вами привыкли как раз смотреть, когда уже есть там котлован, когда уже есть большое количество там домов, стройка идет какая-то активная. И зачастую, на самом деле, мы часто себя ловим на мысли на том, что, а что было раньше, да, или как начинали делать проект. Вот даже если сравнить с проектом Аджман Макан, который как раз строят в Шарже, вот там, как примерно, я думаю, в 19-м году были как раз-таки пустые поля. То есть не было ничего. Хотя там уже есть какое-то строительство. И уже создается иллюзия, создается уровень доверия. То есть мне кажется, в основном, такие проекты, вот когда полностью поля, они покупаются либо потому, что знают, кто застройщик, да, что ему условно там доверяют, либо знают, какие банки там финансируют. Потому что здесь, если используется скорость счетов, то в любом случае здесь есть банк, который финансирует от строительства. Ну и, соответственно, добавляются какие-то известные там бренды, люди. То есть потому что, я думаю, не просто так здесь решили добавить именно гольф-клуб Трампа. Потому что это определенный якорь, определенный уровень доверия. Если просто начать здесь строить дома и начать их продавать, я думаю, что их будет довольно сложно продавать, потому что нет доверия, потому что здесь, ну, по факту мы еще не видим никаких домов. Но, что мне понравилось, мне понравилось, что здесь уже есть готовая дорога, здесь уже есть несколько соседних отелей. И я понимаю, что здесь будет довольно большая конкуренция среди застройщиков в течение нескольких лет. Потому что здесь уже мы проезжали и строится небольшая новостроечка. Ну, на самом деле, даже большая, то есть которая тоже находится на первой береговой линии. И это тоже определенно целевая аудитория. Ну и в целом, как бы, логика застройщик на самом деле понятна, почему лучше начинать сначала с там таунов, начинать с небольших домов, Потому что им нужно сейчас как можно больше получить денег на Искроу, продать самые дорогие лоты. И за счет этого дальше они смогут уже продавать студии, однушки, двушки, значительно дороже. То есть, по факту, если бы здесь был бы готовый новостройка и дом, то, конечно, им не получится даже продавать, например, те же студии на уровне 100 тысяч долларов, как мне кажется. А вот когда уже здесь начнется строительство вилл, когда уже здесь будет большое комьюнити, по крайней мере, в фантазиях застройщика и уже на каком-то этапе строительства. Вот здесь уже можно будет добавлять какие-то там новостройки дома, но они, скорее всего, будут уже значительно дороже, чем если бы, например, начинали продавать сейчас. То есть, в целом, очень интересно. То есть, я думаю, что благодаря нашему каналу мы как раз можем наблюдать за такими проектами, которые идут полностью с нуля. То есть, когда они в предначальном этапе строительства и будем, соответственно, наблюдать, как по итогу застройщик будет здесь строить и реализовывать. Но было бы здорово приехать здесь через лет пять и увидеть уже там гольф-поля, дома. То, что за моей спиной строятся новые объекты от разных застройщиков, это как раз-таки добавляет плюс текущей локации, а не минус. Чем больше конкуренция, тем лучше, тем больше знают про этот проект и по итогу будет расти его стоимость, аренда и спрос. Контент для с обзором новостроек, которые выходят в ближайшее время там, где еще нету дороги и инфраструктуры. На самом деле, не то, что просто, а даже немного рискованно. Потому что мы едем, по факту, на джипе с непонятным водителем. Надеюсь, он умеет ездить по этим горам скалистым. Здесь нету ни дорог, ни перил, ничего. Все для того, чтобы делать классный контент для наших замечательных подписчиков. Я надеюсь, что вы обязательно подписались и поставили лайк этому видео. Даже если не планировали или не планируете инвестировать в зарубежную недвижимость, особенно в Оман. Знаешь, у каждого гольф-клуба есть клабхаус. Клабхаус – это место, от которого гольфисты начинают свои раунды, они приезжают. Обычно там разные ресторанчики располагаются. Клабхаус будет находиться на той вот вершине горки. На вершине, да. Это значит, что, скорее всего, где-то вот здесь. Здесь будут гольф-поля. Гольф-поля, да. И будет такая щель, да, куда-то. Ударил и упали. А вот там будут храниться мячи игроков. Плохих игроков. Да, плохих, как иногда я. Что я делаю? Вот, будут храниться. Но вот видишь, какие виды тоже красивые есть на вот эти вот каньоны. То есть у тебя может здесь вилла стоять вот тут. У тебя одновременно вид на гольф-клуб. Да. И одновременно у тебя вид на каньон. Но если зеленые здесь, где зеленые поля добавятся, то будет хорошо, конечно. Да. Кстати, по поводу гольф-клуба. Недавно, буквально пару месяцев назад, приезжал сюда. Вот сюда, на место строительства проекта Аида, сын президента Трампа. Эрик. Мы его два сына. И он подписал какие-то бумаги и объявил о том, что будет партнерство. То есть это не все не в шутку, действительно. Ну, что они под бренда, получается, гольф-клуба Трампа будут делать все. Да, под брендом Трампа. Опять же, так же, как и в Дама Хиллс, Дубай. Ты говорил, что наши подписчики стали активно интересоваться романом, да? Да. И некоторые даже купили. Да, да, у нас есть подписчики Smartrend, которые купили здесь индивидуимость. Сначала, как начиналось, да? Сначала все знали про Дубай, потом пошел хайп в Расслихайму, потом в Абу-Даби. И это мы, кстати, вот наш плюс в чем, работа со Smartrend в том числе, в том, что мы эти регионы видим заранее. Мы в Расслихайме опубликовали до хайпа в Расслихайме. Мы про Абу-Даби рассказывали до хайпа в Абу-Даби. Про Амана сейчас мы рассказываем. Ну, как я полагаю, сейчас хайпа пока нет. По проекту здесь должны появиться многоквартирные дома. То есть, понятно, что здесь будут не билдинги, то есть, условно, по 30-40 этажей, да? То есть, в любом случае, здесь низкоэтажная застройка. Есть информация как раз-таки по квартирам, по классическим апартаментам, в которых большая часть нашей аудитории скорее там инвестирует и покупает. Ну, кстати, у нас с Smartrend покупали и тауны тоже. Да. Поэтому я однозначно думаю, что тауны здесь очень хорошие инвесторы. По квартирам информация тоже есть. И это, ну, такая неофициальная информация, потому что официального запуска не было еще. То есть, даже еще не было закрытого старта продажа? Закрытый как бы был, то не для всех. Вот, и поэтому вот у нас сейчас возможность есть продавать вот эти вот квартирные дома. И рендеры, ну, просто впечатляют. Вот, когда смотришь на них, здание вот прям находится слева от нас. Да. И у них виды как бы на гольф-поля, то есть, вот здесь будут и на море. Вот, и сейчас там можно приобретать квартиры по цене от 600, где-то 10 тысяч дирхам. Я не буду говорить дирхам, потому что мы больше там знакомы. Вот, а это будет однушка 55 квадратов. То есть, мне кажется... С отделкой. Это будет с отделкой, конечно. Да, с отделкой, с кухней. Да. Как мы любим, как в Дубае. И вид вот такой квартиры, например, будет на гольф-клуб. То есть, на гольф-поля, в смысле. Ну, это низкие этажи, по-любому, да, с видом как раз на гольф-клуб. На гольф-поле, да, и на бассейн. А если, допустим, ты хочешь двушку и, скажем, ты хочешь вид на море, там такую можно получить всего где-то за 1 150 дирхам. Ну, это примерно прайс тот же вот Аджман Макал, да, то есть, примерно вот он похож, да. Аджман Макал, он как бы немножко... Другого уровня, да. Другого уровня, понятно. И, да, опять же, 1 150 дирхам, вид на море прямой. Вот, и гольф-поля, каньоны и так далее. С учетом того, что мы находимся в полях, да, ну, то есть, я уже привык называть своими именами. Действительно, у нас здесь только единственные холмы и горы. Есть ли понятные сроки строительства, потому что это только по факту, там, закрытый старт, и мы не видим еще никакой стройки? В марте 27-го года планируют уже запустить первые, то есть, ну, отдать ключи от первой недвижимости. То есть, это первые тауны, как раз, которые уже, там, первая очередь, которых распродано. Соответственно, там, дома, квартиры, то есть, имею в виду, вот квартиры, это, наверное, уже где-нибудь, там, 28-й год, 29-й. То есть, это такая долгая инвестиция? Слушай, нет, я думаю, что тауны и квартиры, и дома, они примерно будут, наверное, 27-й год, потому что март, это, скорее всего, тауны. И в марте этого года эти тауны запустили, соответственно, сейчас у нас ноябрь. Это значит, что в ноябре, видимо, где-то, там, тоже 27-го года эти квартиры будут передаваться в эксплуатацию. Правильно я понимаю, что для тех, кому интересно получить консультацию по этому проекту, им просто нужно, по факту, оставить заявку, да, и уже ты сможешь проконсультировать более детально, потому что есть отдельные лоты, планировки, условия оплаты, потому что есть еще, как мы с тобой обсуждали, отдельный налог, который надо оплачивать, открыть счет. Ну и у каждого человека отдельно своя ситуация, да, в зависимости от того, там, где у него, а, находятся деньги, да и в целом, что он хочет. Да, да. Не Дубай, да, а это в любом случае новая страна Оман. И в любом случае, при этом минусе, это нужно понимать, кто будет здесь жить, если здесь целевая аудитория, кто готов это покупать. Потому что сейчас, в любом случае, это вот инвесторы, вот мы с вами, которые готовы поверить в этот большой классный проект, который будет строить в этой замечательной стране. Но вот что будет по итогу, кто целевая аудитория, здесь сейчас очень сложно определить. И, скорее, это, знаете, вся надежда на то, что застройщик сам раскачает спрос, потому что я посмотрел, застройщик действительно крупный, он представлен в разных странах, то есть он не только в Судовской Аравии строит. То есть это действительно большой, серьезный девелопер, который решил, так сказать, взять мастер-план, забрал огромный кусок и будет делать классное комьюнити. Здесь, в любом случае, будет еще инфраструктура и школы, и в любом случае, там, видим, какие-то там детские сады появятся, отель, место для развлечений, отдельные частные приватные, там, не бассейны, а именно пляжи отдельные частные приватные, территорию, гольф-клуб. То есть действительно круто, но это 5-10 лет на реализацию этого проекта. Забыл еще сказать, как раз у нас классный закат, вид. Какие здесь есть риски? Риск, на самом деле, только один, и он очень схож с российскими инвестициями. Здесь также используются скроу-счета, но это не дубайские скроу-счета, а это классическая российская схема. То есть когда застройщик получает деньги после того, когда полностью вел в эксплуатацию и построил дом. То есть в Дубае там, условно, поэтапное раскрытие скроу-счетов, которые как раз хотят везти в Россию, видимо, для того, чтобы помочь застройщикам плохо им. Здесь, по факту, у нас с вами глобальный застройщик, который строят в Саудовской Арабии, в Катаре, в Амании, в Дубае. То есть и он глобальный. При этом, в рамках его глобальности, то есть не просто они там решили в разных странах строить, а у них есть, соответственно, в любом случае, они торгуются на лондонской бирже, что является тоже определенным плюсом. Не сказать, что это гарантия, но это является тоже определенным плюсом для данного застройщика. И, повторюсь, то есть по факту, да, когда вы оплачиваете поэтапно, ваши деньги будут находиться на скроу-счете в банке в Амане. То есть, ну и как Денис говорил, что в любом случае вам заранее открывают счет здесь, вам не нужно для этого получать ВНЖ, и после того, когда уже оплатите 20% от стоимости объекта недвижимости, тогда вам уже, соответственно, могут открыть ВНЖ, если вам это требуется. Я думаю, что это в большей степени отвечает на вопрос, почему здесь хорошие продажи и люди активно покупают. Потому что за эти деньги вы в лучшем случае в Дубае купите где-нибудь в GVC какую-нибудь студию сейчас, особенно в рассрочку, там вообще цены там от 800 тысяч. Ну, либо это по ценам на уровень. Где-то получается Аджман Макан, который в шарже мы показывали, но это абсолютно разные по уровню, по качеству проекты. Я думаю, что это один из таких более глобальных проектов для самого государства Аман. Именно поэтому мы именно про этот проект и рассказывали в рамках небольшого выпуска про данное государство, про Аман. Если спросить мое мнение, здесь есть ли инвест? Конечно, есть, да. Потому что здесь просто поля, и застройщик здесь, рискуя своей репутацией, начинает строить большой проект. Получится у него или нет, вот это и есть основная задача инвеста. То есть я пытаюсь как бы часто вам объяснить. То есть если вы просто пришли сейчас в новостройку, хорошему застройщику в нормальной локации, и вы покупаете на старте продаж, и вы надеете, что дом достроят, и за счет этого будет инвест, то вы глубоко ошибаетесь там. Потому что часто застройщик предлагает более выгодные условия, вы понимаете адекватный проект, прайс, и в целом на самом деле только если есть инфляция, и сам по себе рынок растет, тогда вы зарабатываете. Если рынок недвижимости не растет, и в целом там нет инфляции или каких-то других факторов, которые увеличивают рост стоимости недвиги или там в целом в этом районе, тогда вы по факту там в лучшем случае на уровне инфляции, а даже часто на самом деле теряете свои деньги. Инвест сейчас, он немножко по-другому и происходит. То есть мы как раз показывали Ажман Макан проект в Шарджи, мы, соответственно, показываем там новые проекты, которые только-только будут появляться. И вот здесь с одной стороны больше рисков, с другой стороны больше доходности. Но сейчас, когда вы меня спрашиваете, я уверен, что многие здесь будут спрашивать, Виктор, какая здесь аренда может быть, а сколько можно заработать на аренде, или сколько можно заработать на перепродаже, ну, честно, никто не знает. То есть здесь вся задача, как сказать, весь инвест заключается в том, что застройщик должен просто достроить, сделать хорошо, а государство пропиарит этот проект и сделать так, чтобы туристы и инвесторы приезжали в Оман. Вот такие нестандартные рассуждения. И вот вы хотели инвест, вот вам, пожалуйста. Какие короткие выводы можно сделать в рамках такой небольшой экскурсии? Во-первых, в любом случае это насмотренность. То есть в рамках там текущего видео, то, что вы смотрите, изучаете, это насмотренность. Потому что кроме там Москвы или там условного Дубая, есть огромное количество других стран, регионов, в которых также, а, инвесторы зарабатывают, люди сохраняют свой капитал, а кто-то себе приобретает условно какой-то холиды холмс. И мне дико интересно вообще смотреть на то, как развивается Оман, на то, как, соответственно, здесь будет развиваться инфраструктура, потому что по факту у нас сейчас есть уникальная возможность именно посмотреть проект до того вообще, как он построился, да. При том, что когда заявляют, там, первые таунные дома будут готовы в 2027 году, это довольно большой вызов для застройщика, потому что это 24, 25, 26. То есть по факту за три года нужно построить, привестись и сделать инфраструктуру, инфраструктуру, канализацию, воду, электричество, построить дома, сделать отделку, бассейны и прочая-прочая история. Потому что дома здесь не дешевые, здесь не халупы, которые будут строиться. И плюс, соответственно, я думаю, что они также будут параллельно здесь строить и низкоэтажные как раз-таки новостроечки, если не ошибаюсь, там, вот по этажам в районе, там, 10-12 этажей. И здесь, на самом деле, больше не нужно, потому что у нас такая очень хорошая возвышенность. Получится ли этот проект? Довольно очень сложно сказать. При этом с точки зрения тех, кто заходит на ранних стартах покупать здесь проект, они в любом случае заработают. То есть вот это вот проекты, это прям стопроцентная, знаете, так, история, либо, как называют ребята в Вайтвилле, лотерея. Да, вот это лотерея для инвесторов, то есть для тех, кто хочет зайти на ранней стадии, зайти с минимальным взносом, зайти еще в неизвестный проект до того момента, пока застройщик не поднял к нему цены. Да, это стопроцентно очень хорошая история. То есть я не думаю, что, например, такие проекты стоят на ранней стадии покупать для какой-то там арендной задачи. Это точно вообще не про аренду, это вообще не про аналитику, потому что мы с вами в ролике даже не сравнивали, например, с соседними домами, проектами. То есть мы просто по факту понимаем, что если здесь застройщик это реализует, то понятно, что цены будут, скорее всего, x2. Просто потому что это уникальное место, локация, сюда придут бренды, здесь будет модно, и многие, соответственно, здесь будут покупать недвижимость. Плюс огромное количество риэлторов и брокеров будет рекламировать этот проект и за счет этого поднимать хайп. Если мы учитываем, что здесь escrow-счета, здесь у нас застройщик из Саудовской Арабии и при этом действительно сюда зашли крупные бренды своим авторитетом, то шансов, что, например, это какой-то скам, довольно мало. Но в любом случае этот момент тоже нужно учитывать. Я надеюсь, что вам понравился такой ролик. Для меня это, по крайней мере, было нестандартное такое путешествие. И буду рад от вас получить обратную связь по поводу таких проектов еще в полях, еще до официального старта продаж. Вы же просите рассказать про закрытые старты продаж. Вот они. Возможно, кому-то это не нравится, но реальность она такова. Если вы хотите идти на закрытые старты, то вы должны рисковать. Либо нужно уже искать переуступки, лоту под аренду, то, что мы часто говорим на канале. Поэтому более подробная информация про другие объекты у меня, как всегда, есть на канале. Обязательно подписывайтесь и каждое воскресенье в 21.00 я провожу отдельные прямые эфиры здесь, на YouTube. Ну и, как всегда, инвестируйте в недвижимость с умом. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok